Экзаменационная предполетная тренировка экипажа космического корабля «Союз ТМА-13М». Это словно выпускной экзамен перед реальным полетом в космос. Сейчас на этом тренажере «Союз» экипаж как раз и отрабатывает все нештатные ситуации, прописанные в билете. На этом экзамене, кроме пятерки, никакой другой оценки быть не может. Ведь оценка «Отлично» — это показатель слаженности экипажа, показатель их двухгодичной подготовки. А как иначе? Ведь до реального полета в космос две недели. «Р-8» включил «Союз ТМА-9» на уровне. «А-9» на уровне. «Ну, можно зацвескать». «Промах — сантиметр. Взаимные угли 0,7 градуса. Крен 0,2 градуса. Выпуск скорости лениализирования около нуля. Режим выполнен на «Отлично». Экипаж всегда старается получить отличную оценку. Это наша работа. Это, так скажем, демонстрация и показатель тех знаний, которые мы приобрели за долгое время. Русский, немец и американец. Настоящий международный экипаж. Россия, Европа, Америка. Как утверждают космонавты, идеальная модель международного общения. Когда у всех единая цель и местоположение. На высоте в 400 километров, глядя на хрупкую планету Земля, понимаешь — космос вне политики. У нас каждый полет — это испытательный полет. Каждый полет — это не похожие ни на что события. И один на другой они не бывают похожи. Но если по большим вехам, то да, у нас большая научная программа. У нас с американской стороны три выхода. У нас с российской стороны три выхода. У нас прогрессы, у нас новые американские корабли. Это и Orbiter SpaceX, у нас ATV с европейской стороны. То есть хорошая такая, наполненная, насыщенная программа. У командира корабля Максима Сураева второй полет на орбиту. Как и в первом, возглавляет космический корабль «Союз» в пути к орбитальной станции и при возвращении на Землю. Ориентацию на разгон подтверждаю. 0,180. Импульс — 19,33. Правильно? Правильно. Правильно. Да, стоит там. Осталось пять минут. Потому что мы подготовлены к космонавту. Сдача экзамена в центре подготовки — как показательные выступления. Сюда приходят не только экзаменаторы, космонавты, но и будущие покорители орбиты — кандидаты в звездный отряд. Впереди у этого набора свои экзамены. А сейчас это мастер-класс, который профессионалы преподают новичкам. Но ты знаешь, что это значит? Что? Это значит, что мы в космосе, и он еще на баке-норе. Работать сообща этот экипаж с позывным «Цефей» уже научился. Два года они готовились к полету. Проходили все испытания. Выживали в зимнем лесу, на открытой воде и даже в пустыне. За экипаж командир спокоен. Очень сообразительный, очень настойчивый, очень хорошо занимается. То есть схватывает все на лету. Бортинженер номер один — Рид Вайзман. Астронавт НАСА. Он мечтал о высотных полетах с детства. Мечта увела в небо. Следующий шаг — в космос. Военный пилот, летчик палубной авиации, участник боевых действий. Сейчас занимает кресло слева от командира корабля. Для него это будет первый полет. Я был военным пилотом. И полет в космос для меня как следующая ступень, следующий шаг — летать выше и быстрее. Есть у нас режим с выполненным, есть секундомер. В кресле справа — бортинженер номер два. Александр Герст. На орбиту отправляется геофизик и вулканолог. Инженер-ученый из Германии. Александр Герст будет наблюдать за изменением климата и планеты. За его плечами уникальный опыт изучения вулканов. Для него это тоже дебютный полет в космос. Алекс у нас. Алекс — это наша жемчужина. Это наш ученый. Ну, как все представители Германии, очень педантичный человек. Это правда. Потому что он всегда хочет, чтобы было все разложено по полочкам. Он всегда хочет, чтобы было все до третьего знака в запятой просчитано. Чтобы было это секунда в секунду. Я с детства знал, что стану инженером, буду управлять летательными аппаратами. Или ученым, чтобы что-то исследовать. Когда у меня появилась возможность попасть в отряд астронавтов, то я понял, что моя мечта близка к реальности. Если бы я мог выбирать, то выбрал бы именно этот экипаж. Он говорит, потому что мы слушаем. Нет, серьезно. Мы вместе долго тренировались, выживали в русском лесу и стали просто друзьями. Они понимают друг друга с полуслова, вернее, с полувзгляда. А дальше в ход идут шутки. Чувство юмора — неотъемлемая часть всех космонавтов и астронавтов. Как отмечает командир, шутка как градусник для психологической и физической проверки человека. Люди могут на шутки эти правильно реагировать. Поэтому это как показатель здорового коллектива, если нормальные шутки проходят, и они несут пользу. Вот все, хорошо, отлично. Все, пожалуйста, внимание. Вот и сейчас на прощание перед отлетом смех. С шуткой легче расставаться. Да и полет пролетит незаметнее на высоте в 400 километров вдали от Земли. И еще, второй шуткой, настоящие мужчины маскируют обычную грусть. Все же разлука с родными предстоит долгой. Автобус с космонавтами покидает звездный городок. Впереди у экипажа предстартовая подготовка на космодроме Байконур. Финишная прямая, дорога в космос. И у основного экипажа начнется совсем другая жизнь. Внеземная, космическая, длиною 170 суток. Вставим все сердечки, папа.